Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Агент Джеймс Бонд, как мы все знаем, стоит на страже добра, порядка и справедливости. А кто же стоит на страже нашего здоровья, защищая нас от всякого рода микробов и инфекций? Конечно же, наша иммунная система. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». И тема нашей программы «Иммунизация и вакцинация населения». О том, правильно ли это или нет, и к чему может привести отказ от вакцинации, расскажут специалисты 12-й поликлиники города Алматы. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы живем на гребне информационной волны и чаще доверяем не живым людям и квалифицированным специалистам, а всему тому, что пишут в интернет-ресурсах. Мы же не знаем, у кого что в голове творится и кто кому что желает. Недаром говорят «семь раз измерь, один раз отрежь». Слава Богу, в настоящее время у каждого из нас есть большая возможность выбрать доктора, поликлинику, клинику или медцентры. Вопрос в другом. Всегда остается острым вопрос касательно финансовых ресурсов. Но и в этом случае есть выход из положения. Государство идет навстречу каждому из нас. Есть две стороны у монеты. Так же и здесь. Хочешь иди, лечись на платной основе, хочешь – на бесплатной. Все подстроено под нас. И дальнейший ход лечения, и скорейшее выздоровление зависит от нашего внутреннего эмоционального благосостояния и, конечно же, от состояния иммунной системы. Есть такое понятие, как природный иммунитет, естественный иммунитет. Есть такое понятие, как искусственный иммунитет. Природный, естественный иммунитет дан ребенку от рождения, каждому человеку. Начинается все буквально с нашего, можно сказать так, с нашей кожи. Это наш скафандр, который защищает нас от внешних каких-то агрессивных проявлений природы, окружающей среды и так далее. Есть наш внутренний иммунитет, наши защитные клетки, лимфоциты, которые борются с любой вирусной инфекцией, с любой бактериальной инфекцией, которая попадает в организм. Если говорить об искусственном иммунитете, то это тот иммунитет, который вызывается в организме путем введения вакцин или других каких-то иммунобиологических препаратов. Искусственный иммунитет по своему механизму ничем не отличается от нашего естественного. Инфекция – это внедрение возбудителей болезней в организм человека, сопровождающиеся комплексом реактивных процессов. После проникновения микробов организм начинает защищаться, вырабатывает антитела, активно борющиеся с болезнетворными микроорганизмами. После перенесения инфекции в организме остаются антитела, то есть вырабатывается иммунитет. Если возбудители той же болезни снова попадают в организм, антитела их обезвреживают. У человека, перенесшего определенную инфекционную болезнь, вырабатывается к ней иммунитет, то есть происходит его естественная вакцинация. После перенесения некоторых болезней вырабатывается пожизненный иммунитет. Сейчас во всех лечебных учреждениях идет такой период, то есть можно сказать острый период заболеваемости. То есть к нам постоянно в поликлинику обращаются и дети младенческого возраста, и взрослые. В основном они приходят с жалобами острой вирусной инфекции, энтеровирусной инфекции. То есть так как это такой период заболеваемости, осень-зима, приходят с жалобами на головные боли, повышение температуры, на симптомы интоксикации, насморк, кашель, боли в горле, слабости и так далее. У нас в поликлинике в период с сентября по октябрь месяц прошел месячный по вакцинации против гриппа. Первая вакцинация была произведена в 1796 году. Английский врач Де Хеннер привил коровью оспу нескольким пациентам, так как он заметил, что люди, переболевшие коровьей оспой, не заболевают натуральной оспой. В 1977 году был зарегистрирован последний случай этого заболевания. При проведении активной иммунизации используется живая или неживая вакцин. То есть вакцина это, как правило, или неживой возбудитель, или какая-то небольшая часть возбудителя, или ослабленный живой возбудитель, который не может вызвать заболевания, но может вызвать выработку защитных антител. То есть механизм в организме происходит абсолютно тот же самый. Вырабатываются антитела, которые в дальнейшем человека защищают при встрече с данным возбудителем в природе. В нашем календаре прививочном у Республики Казахстан все заболевания, от которых мы защищаем население наше, детей, взрослых, все эти заболевания достаточно серьезны. Это дифтерия, это столбняк, это полиомиелит, вирусный гепатит B. То есть это те заболевания, о которых практически знает каждый. На сегодняшний день открыта вся информация в интернете, в литературе. Пожалуйста, каждый может посмотреть, что это за заболевание и от чего защищают непосредственно их детей. Поликлинические службы города тесно работают санитарно-эпидемиологическими службами. Служба санитарно-эпидемиологическая вообще направлена на нашу работу в основном на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. В основном мы ведем профилактические противоэпидемические мероприятия против инфекционных заболеваний. На сегодняшний день имеется в виду по иммунопрофилактике работа поставлена хорошо. Как вы видите, очень много заболеваний, которые управляются вакциной. Можно предостеречь от этих инфекций, проводя иммунопрофилактику, то есть введением вакцины. Существует активная и пассивная иммунизация. Активная иммунизация – это введение вакцины для формирования длительной защиты организма. Живые вакцины противопоказаны больным, получающим иммуносупрессоры на фоне лихорадки или в период беременности. Пассивная иммунизация обеспечивает создание временного иммунитета в организме путем введения чужеродных иммунных субстанций, таких как антитела. Часто врачи применяют такой вид иммунизации при подозрении на столбняк. Пассивная иммунизация ослабляет возможную инфекцию, а активная защищает от инфекции в будущем. При подозрении на дифтерию также используется одновременная иммунизация. Иногда при инфекционных заболеваниях применяется аутовакцинация. Аутовакцина, приготовленная путем выделения бактерий от больного индивидуума и их культивирование, вновь вводится пациенту для стимуляции образования антител. Хотелось бы сказать пару слов о БЦЖ. Иностранная аббревиатура – бацилла кальмета герена. Несмотря на ее обязательность и актуальность в современном мире, далеко не все имеют представление, что такое БЦЖ и от чего ставится эта прививка. БЦЖ – это вакцина против туберкулеза. Против туберкулеза оно проводится первые три дня в родительном доме детям, потом проводится ревакцинация в 6-7 лет. Хочется сказать, что в основном сознательные родители проводят вакцинацию. Но есть люди, которые отказываются от вакцинации. В основном по личным убеждениям. Мы же проводим мониторинг, анализ проводим, беседуем с этими людьми. Большая работа проводится с отказниками, то есть с советами. Они действительно, прочитав в интернете, начинают отказываться от этих вакцин. Но мы стараемся убедительно говорить о том, что эта вакцина нужна. Потому что действительно в республике встречается очень много случаев среди детей, не вакцинированных от туберкулеза. На сегодняшний день очень много больных, которые являются источником инфекции. Очень много мультирезистентных форм туберкулеза, которые действительно составляют резервуар, можно сказать, среди населения. И являются источником, чтобы огородить от всего этого, чтобы заболеваний не было, мы действительно должны прививать этих детей. Многие годы относительно вакцинации не смолкают споры. Количество негативной информации зашкаливает. Родители растеряны, запуганы. И сколько бы специалисты не пытались расставить все точки над «и», разъясняя необходимость прививаться, все равно находятся скептики, пытающиеся убедить нас в обратном. Говоря об отказах о прививках, многие уповают на то, что я своего ребенка не прививал, ребенок мой не болеет, у нас все хорошо, значит, прививки как таковые не нужны. Я уже, собственно говоря, неоднократно говорила о том, что мы на сегодняшний день, слава богу, не можем доказать на примере, насколько необходимы прививки, потому что у нас тех заболеваний, против которых мы прививаем, на сегодняшний день практически нет. У нас нет дифтерии, у нас нет полиомиелита, у нас нет столбняка. Среди детей не встречаются населения, а заболевания очень страшные. И нет их в первую очередь потому, что основная масса детей, основная масса населения у нас вакцинирована. Есть такое понятие, как коллективный иммунитет. Когда примерно 95% населения привито, то то небольшое количество людей, которые не вакцинированы в силу каких-то проблем со здоровьем. То есть вот эти 5% защищены всей остальной массой привитого населения. В каждой поликлинике есть специально отведенный кабинет, да, где как раз таки прививают людей, пациентов, прикрепленных к поликлинике, да? Да, в каждой поликлинике. Вот в частности у нас прививочный кабинет. Мы можем зайти, только в верхней одежде входить не положено, пожалуйста. Ага, все. Так. Так, мы, значит, сейчас уже в самом кабинете. Ну, расскажите о нем, что он вообще, что здесь происходит? Это стандартный прививочный кабинет, который есть в каждой поликлинике государственной. Ага. Здесь есть определенный перечень препаратов, которые необходимы. Все хранится в специальных медицинских шкафах, рабочие столики, непосредственно в холодильник, в котором находится вакцина, потому что она должна находиться при температуре плюс 2, плюс 8 градусов. Ага. Вот, так что без контроля мы никогда не остаемся. Это процесс, я вам еще раз повторяю, строго регламентированный. Ну что ж, настал тот миг, тот момент, тот час. И сейчас мы наглядно вам покажем, дорогие телезрители, как прививают, да? Да, как происходит сам процесс вакцинации. Вот у нас есть. На живом примере. Прививаемый. Да. Начнем. Давайте. Я согласен. Хорошо. Так, с чистыми мытыми руками достаем вакцину из холодильника. В данной ситуации мы будем вакцинировать вас против гриппа. То, что на данный момент наиболее актуально. Ага. Мы будем вас защищать. Вакцина дозная. Моя именная система не против. Очень хорошо. Когда пациент настроен положительно, это большой плюс. Вакцина однодозная. Каждая доза упакована в отдельный шприц. Угу. То есть разговора об одноразовых шприцах или о чем-то у нас не идет. Все только одноразовое. Угу. Слышно. Я готовлю вам уже, получается, в руку. Вы готовите мне место инъекции. Мы будем делать в плечо. Угу. Сейчас все, получается. Угу. Вот нормально, да? Или выше? Повыше. Еще лучше. А мне нужно основание дельтовидной мышцы. Вот так. Устраивайтесь, как будет удобно. Так, чуть-чуть согните руки. Вот так вот? Дезинфицируем место инъекции. Держим латочку. Я абсолютно ничего не почувствовал. Процесс закончен. Угу. У меня поставили прививку. Теперь вот постпрививочное время, да? Да. Что делать? Постпрививочное время. Каждый привитой должен находиться 30 минут непосредственно в медицинской организации. Когда это касается ребенка, ребенок беспокоится, плачет, но он должен успокоиться. Мы должны пронаблюдать вот эти 30 минут, что все ли у него в порядке со здоровьем. То же самое касается взрослых. Взрослые не плачут, но пронаблюдать их тоже необходимо. Угу. Здесь вопрос идет об аллергических реакциях, о каких-то... Вот, да, побочные эффекты. ...психологическом состоянии в постпрививочный период. Вот. Побочные эффекты мы стараемся все это предусмотреть в тот момент, когда до прививки проводился ваш опрос. То есть все, что какие-то были противопоказания, мы учли. Угу. Сколько людей, столько и мнений. Жить здорово и здорово хочется каждому. Для этого просто нужно соблюдать практические рекомендации специалистов. Не выходить за рамки дозволенного. Не игнорировать свой организм. Почаще обращать на себя, на свое здоровье внимание. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!